Всем привет! Меня зовут Софья и я с большой радостью вас приветствую на своем канале АУКАРА. Добро пожаловать! Здесь мы будем с вами говорить о вышивке и любом другом рукоделии. И наш классный апрельский отчет начинает опять же Александра Корнеева с Медивилл Клойстер Хербгаден. К апрельскому отчету Воспоманда Лайтвинг я окончила отше всех элементов рамки. Очень хотелось поскорее вышить все повторяющиеся элементы. Начала третий летний квадрат. Впереди отчетливо виден финиш и наконец-то доберусь до пришивания кристаллов и бисера. Ой, я прям почитала, посмотрела, мне прям самой захотелось бросить составлять для нас отчет и бежать вышивать. Продолжает наш отчет Татьяна Городинская. Сиренти. Я пока не домучаю жирафа, в инсту не выкладываю. Но с нами Таня поделилась все равно своими продвижениями. Наталья Шабуневич вышивает с нами полярную мандалу. Пишет, что пытается продолжать, но дела-дела, куча дел не подождет. Ну, Наташа, я всегда стараюсь выделить и сделать в день хотя бы один крестик. На это время точно всегда есть, даже несмотря на то, что я для этого должна вложить всех детей и снять станок со стола. Но и результат от этого существенный. Дальше наш отчет продолжает Анжела Белецкая. С юминг бет мандала. С удовольствием продолжаю вышивать Софья Укары в замечательной компании девочек. Начала понемногу зашивать серединку. Работа доставляет огромное удовольствие. Какая нежность. Да, Анжела Калибри, конечно, выдающийся дизайн и очень классный. Татьяна Воловач, пожившая рукодельница, показывает нам свое продвижение по Марии Антуанетте с кратким комментарием. Получилось маловато. Я так не считаю. Мне кажется, что главное, что что-то получилось и мандала чуть-чуть продвинулась. Потом будет время, будет вдохновение и работа снова полетит. Светлана Добина вышивает у нас тоже Калибри и пишет следующее. Новый отчет. Сейчас работа перевалила за 70%. Внутри красивейшей рамки пришиты все писеринки. Осталось немного. Начинаю растягивать удовольствие. Очень рада, что вышиваю в хорошей компании СП. Да, Светлана, у меня та же самая проблема. Я иногда затягиваю прям чуть ли не сознательно процессы, когда они очень классные. Таня Гала у нас вышивает Japanese Octagon Box. Пишет, что процесс маленький, но шишки успели вырасти, созреть и засохнуть. Видимо, Таня имела в виду прогресс. Главное, чтобы чувство юмора у нас не пропало. Наталья Сорокина работает на Japanese Garden и у нее, в общем-то, по большому счету старт. Она пишет следующее. Я начала вышивать мандалу от Шотлайн Дизайн Японский сад. Четыре месяца я ждала свою драгоценную посылку с нитками, бисером и трежерсами. За это время в компании динамышленников СП узнала много полезного и нового о нюансах вышивки мандал. То какая у нас там теплая компания подобралась, это вообще сказка. Мои первые впечатления от вышивки этого процесса – восторг. Вышивать шелковыми нитками – это отдельное удовольствие. Схема тоже вау. Очень логично, если не торопиться и вышивать шаг за шагом. То все понятно и совсем не сложно. В общем, я прям третий день ловлю кайф. Наташа, спасибо тебе большое за такой приятный отчет. Я разделяю с тобой твою радость по полной программе. И уж тем более разделяю с тобой удовольствие от вышивки дизайна в Шотлайн. Ольга Ченкова нам прислала фото процессы без текста. Но самое главное, что есть продвижение по Blue Marrocan Lace Mandala, с которым она участвует в нашем проекте. Ирина Пиконидия у нас с греческой Mandala и Posing Garden. Феерия работ за эти две недели. Два финиша – это супер. Лонг-донг и икона Ангел-Хранитель от Радыки Бисера. Ну и как же без мандалы? А никак. В нашем СП работа продолжается. Но это новый старт. И это очередной восторг от Шотлайн. Ядовитый сад. Ну и, конечно же, можно все подробности посмотреть на моем канале. Наталья СФС участвует в нашем проекте с пещеры Осьминога. Пишет. Последние волны, последние крестики и шовчики в рамке. Еще несколько морских созданий. Финиш стал еще ближе. Татьяна Мушта у нас действует с альпийским садом. Но прежде чем мы послушаем рассказ об этом, обратите внимание на экран. Татьяна показала нам оформление своих замечательных мини-мандал. Третий отчет Mandala и Тунг. Самая интересная часть работы началась. Обрамление травами и цветами центрального сюжета. Километры Бека, но каждый стежок – удовольствие. Анжела Гоба нам прислала свои продвижения по Мариуму без какого-либо комментария. Но зато она снимает классные видео на YouTube. Сходите, пожалуйста, посмотрите. Галина с французским садом написала, что у нее есть небольшие продвижения. Но она старалась. Да, дизайн замечательный. Я думала, что возьму его, может быть, даже следующей работы. Но посмотрим. Алла Потапова вышивает в нашей дружной компании Butterfly Lace. Пишет нам следующее. Вышила совсем мало. Дошила второе кружево и начала вторую бабочку. Ирина Арик шьет у нас мандалу Грецию. Докладывает, готова верхняя часть мандалы Греция. Татьяна Колова участвует в нашем проекте с тосками. Девочки, ура! У меня рамка сошлась с первого раза. И я решила все-таки отчитаться. Таня, спасибо тебе большое за отчет. И вообще приятно видеть, что у тебя уже очерчен круг работы, скажем так. Так, Татьяна СТС прислала нам свое небольшое продвижение по тинкториуму. К сожалению, она нам не прислала никакого сопроводительного текста, хотя хочется рассматривать ее фотографии как можно дольше. Поэтому мне придется импровизировать, хотя я в дороге. Ксения Иван с греческой мандалой пишет нам следующее. Ох, девушки, можно иммунитет, но никак не получилось продвинуться в этом месяце. Еще и садовый сезон открыла неожиданно. Мне очень неожиданно нравится. Сранное путешествовать из города в поместье не получилось. Жалко стало такие красоты пачкать. Конечно, Ксюша, можно перерыв. Возвращайся к нам, пожалуйста. Ждем тебя с удовольствием на следующем отчете. А вообще, у меня был, когда была дача, дачный процесс и городской процесс. Рукая Абдулаева вышивает с нами хорем Oriental Garden. Пишет, немного вышито, но что-то. Весна. Ольга Подлепанова у нас все время отчитывается с альпийским садом. Одна из самых постоянных участниц. Докладывает, продвижения небольшие, но четверть цветочной клумбы появилась. Юлия Джусик вышивает микроквадратик четвертый сейчас. И пишет. Всем привет! Мой скромный отчет по микроквадратику номер 4. Последнее время у моих вышивок стали внезапно преобладать фиолетовые цвета. И если бы не Инстаграм, наверное, даже бы не обратила внимание на такой занимательный факт. А у вас бывает, что среди процессов преобладают какие-то определенные цвета? Пссс! То есть ПС. Катастрофически медленно продвигается мой микроскопический шателайн. Времени на хобби почти не осталось. Жду летних каникул больше, чем дети. Ой, девчонки. Не знаю, мне еще... Я жду начало школы. Мне кажется, что я тогда буду более свободна. Яна Герасимова. Итак, пятый отчет в СП. Завершила... Мам, уже идет дождь. Да. Была гроза, и уже идет дождь. Все так. Ты знаешь, я сейчас записываю аудио. Если можно, ты можешь посидеть? Мне осталось совсем немножко. Подождешь? Спасибо. Давай я тебя обниму. Яна Герасимова у нас вышивает в Дип Блуси. Пишет следующее. Завершила правую сторону полностью. Пришила бисер и кристаллы. Сваровские. Рыбки сияют. Шелк и металлик. Красивая, да, картинка? Да. Какая красота. Мне нравится. Наконец-то фото днем. Пыталась передать цвет льна. Но с близкого расстояния все равно никак не получается почему-то. Получается серый цвет вместо голубого. Да, Яна, на самом деле фотография дизайна в Шателлайн это вообще отдельное искусство. Вот, например, у Юли Джусик получается просто невероятно красиво. Не знаю, в чем секрет. Я его пытаюсь разгадать. Мария Горелова вышивает в нашей компании Mushroom & Fern Mandala. Пишет. Коротко докладывая об успехах в совместном отшиве. Продвижение, хоть и небольшое, есть. Показались стволы деревьев. Появились первые насекомые. А внизу, у самых корней, показались первые грибы. Короче, надкусила разные участки, пошила петиты. Ох, еще и петиты. Ну, Маша, молодец. Давай. Петиты. Вперед. Корнелаева Марина участвует с нами с розовым калейдоскопом. Примите мой второй старт. Начинаю параллельно с первым. Дизайн 033, Rose Lights и отчет по лилиям. Ну, это, Марина, замечательные новости. Чем больше мандал, тем лучше. Анна Ширяева участвует в нашем проекте с Tinctorium Garden. Пишет, что Tinctorium Garden Mandala, центр пока без бисера, но все равно прекрасный, свежий, яркий. Мой отчет. Самый-самый центр. Впереди еще столько прекрасного. С каждым новым элементом восхищаюсь и радуюсь преображению. Да, согласна, что сады и мартины прям как цветок раскрываются. И когда добавляется новый элемент, вся картинка меняется. В этом, конечно, плюс вышивки от центра к краям. Но для меня все равно удобнее сверху вниз шить. Юлия Огородникова с альпийским садом пишет, что начала обрамление медальоном. Анна Харламова-Ковалева тоже прикладывает нам свой немногословный отчет о продвижении в альпийском саду. Артемова Ирина тоже прислала продвижение по альпийскому саду без текста. Видимо, у девочек уже сил нет. Биате Блума тоже присылает нам очень краткий отчет. А жаль, потому что она всегда такие развернутые истории присылает. Но ничего, зато фотографии тоже классные. Юлия Кадырова, Waterngarden, тоже нам молча присылает свой отчет. Девчонки, рассказывайте, пожалуйста, впечатления о вышивке. Мне очень лично интересно узнать, что вы чувствуете, нравится ли вам процесс, какие у вас сложности, какую информацию вы бы хотели передать следующим поколениям, что-то полезное, потомкам. Вот Эмилия соберется когда-нибудь вышивать Розариум или Waterngarden, посмотрит наше видео, да, Эмилия? И будет знать, что делать. А почему тут чёрный? А потому что у нас картинки закончились, а сейчас я вот договорю текст, и я вообще всё закончу работу. Пойдём что-нибудь делать. Давай, давай мы поклеим, давай клеить и давай рисовать. Ну, сейчас посмотрим, я не знаю, успеем ли мы, нам надо есть кашу и вот это аппликация. О, да, мы ещё есть аппликация, давай мы другую аппликацию новую клеим. Да нет, аппликация, каша, каша. Так, слушай, Юлия Шевчук участвует в нашем проекте с марокканскими кружевами. Мой апрельский отчёт в СП. Визуально картинка, возможно, не сильно изменилась, но в этот раз плюс 5,5% в копилку готовности. Завершила три стороны из четырёх вокруг центрального элемента и стала двигаться вправо к внешней границе. Серединку украсила центральной шишечкой. Евгения Галицкая закончила китайский сад в рамках нашего проекта и начала Рейн Хоррест Мандала. Женя, пожалуйста, расскажи нам о своих чувствах. Мне это очень интересно. Тем более, что ты очень активно участвуешь, шьёшь всё время. У тебя такие продвижения хорошие. Анастасия Фласхоф у нас шьёт Old Winery и пишет, что прогресс не очень большой, так как была в отпуске без вышивки. Ой, это прям реальный отпуск тогда. Так, ещё я должна вам рассказать про свою мандалу. Моя мандала Вена движется, движется, движется. И мне кажется, что она скоро закончится. У меня будет день рождения 13 мая. Я хотела бы к этому дню её закончить. А получилось у меня это или нет, мы с вами узнаем в майском отчёте. До встречи, друзья!